Ночью 26 марта в Ковылкино на пожаре погиб 53-летний мужчина. 26 марта 2024 года в 3 часа 35 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что по адресу улица Советская, дом 2 города Ковылкино наблюдается сильное задымление в одной из квартир. Пожарные оперативно приехали на место происшествия и довольно быстро потушили огонь. Однако при разборе конструкции сотрудники МЧС обнаружили бездыханное тело мужчины. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания. Чуть не спалила квартиру 25 марта в Саранске 80-летняя пенсионерка. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 6 часу вечера. От соседей пожилой женщины. Со слов очевидцев, она оставила зажженную свечку в стакане. Но свеча упала, от чего вспыхнула сначала книга на столе, а потом огонь начал распространяться на мебель. Справиться с огнем самостоятельно женщина не смогла, потому обратилась к соседям. Пенсионерка надышалась дымом, в итоге ее госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения. В результате пожара повреждено имущество и внутренняя отделка квартиры на общей площади 12 квадратных метров. Силами личного состава МЧС России было эвакуировано 10 человек жильцов данного дома. В тот же день в Ичалковском Парадеево пожар уничтожил дачный дом и два сарая, общая площадь которых 158 квадратных метров. Пожар возник в жилом доме, который эксплуатировался сезонно, а отопление было отключено. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение открытым пламенем на дворных построек и дома. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки. В исправительную колонию отправится 35-летний житель Рузаевки, жестоко избивший собственного отца. 26 сентября прошлого года в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации из своего дома с закрытой травмой грудной клетки и переломами нескольких рыбок 64-летнего мужчины. Полицейские установили, что пенсионер избил его сын, который жил с ним. Далее правоохранители выяснили всю картину происшествия. Мужчины выпивали и поссорились. Дошло до взаимных оскорблений. А потом сын схватил лом и избил им отца. На следующий день пожилой мужчина почувствовал себя плохо и попросил родственника вызвать скорую помощь. Эксперты квалифицировали нанесенные побои, как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Суд назначил местному жителю наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Полтора миллиона кредитных денег отдал 47-летний житель Саранска мошенникам. Сначала лжепредставитель сотовой компании убедил мужчину продлить срок действия договора на сим-карту, назвав код из СМС. После чего позвонил якобы сотрудник следственного комитета и рассказал отработанную легенду. Якобы мошенники пытаются получить от его имени кредит. Нужно незамедлительно взять так называемый зеркальный заем. Мужчина выполнил указание, причем не единожды. В результате местный житель оформил еще два кредита. Денежные средства он также перечислил на абонентские номера, продиктованные неизвестным. После очередного звонка аферистов мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 482 тысяч рублей. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению. Чужими деньгами сорить легко. Более 50 тысяч рублей не со своей карты потратил на покупки и подарки 36-летний житель Саранска. О хищении 51 тысячи рублей с кредитной карты 21 марта в полицию сообщила 48-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, платежным средством она пользовалась редко. Уведомления о проведении финансовых операций не подключала. Поэтому о пропаже узнала только после звонка сотрудникам банка, которые заблокировали карту в связи с подозрительной активностью. Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель, который в очередной раз вышел на свободу только в этом году. Он рассказал, что карту нашел на улице недалеко от своего дома по проспекту 60-летия октября. И пошел по магазинам за покупками. Более чем в 10 торговых точках он покупал сигареты, люстру, туалетную бумагу и спиртные напитки самых разных видов и крепости. И всего было настолько много, что он щедрой рукой одаривал купленными напитками случайных прохожих и знакомых. Часть подарил продавцам. А когда карту заблокировали, он ее выбросил. Сейчас мужчина вновь под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Наказание за смертельную аварию, в результате которой погибла супружеская пара, понес 37-летний житель Саранска. Происшествие случилось 24 июля прошлого года около 7 утра в Старошайговском районе. На скорости 100-110 км в час мчался в сторону Саранска водитель Ларгуса. Но, как выяснилось в ходе следствия, отвлекся от дороги и посмотрел на приборную панель, чтобы проконтролировать уровень топлива в бензобаке. И это стало фатальной ошибкой. На скорости он врезался в попутный Ford Focus. Ехавшие в нем 60-летние супруги и сам виновник аварии получили тяжелейшие травмы. Но молодой мужчина выжил, а вот для пожилых людей травмы оказались смертельными. Они позже скончались в больнице. Виновник более 20 раз привлекался к ответственности за превышение скорости. В суд приговорил его к 3 годам принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Лада Гранта врезалась в грузовик 25 марта в Лемберском районе. Авария произошла в 12-м часу ночи на 6-м километре автодороги Саранск-Берсеневка-Пензятка. По информации госавтоинспекции, 57-летний водитель фуры с полуприцепом разворачивался на неосвещенном узком участке дороги в районе остановки, тем самым перегородив проезжую часть. 41-летний водитель Лада, вероятно, попытался объехать большегруз, но места на дороге не хватило, машина влетела в полуприцеп. В результате аварии ему потребовалась медицинская помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова